МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За кандидатуру Евгения Куйвышева, предложенной президентом России, проголосовало 46 народных избранников. Против двое – оба представители фракции КПРФ. Напомним, бывший глава региона Александр Мишарин ушел в отставку 14 мая нынешнего года. В этот же день исполняющим обязанности губернатора был назначен Евгений Куйвышев. В прошлом – полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе. Сегодня, сразу после голосования, новый губернатор принял присягу и прошел процедуру инаугурации. А уже через несколько минут Евгений Куйвышев отправился на рабочее совещание, посвященное вопросам формирования бюджета Свердловской области. Для меня, наверное, этот день сегодня – один из самых волнительных дней в моей жизни. И я сегодня услышал много очень теплых слов в свой адрес. Вместе с тем услышал много очень пожеланий и предложений. Я благодарю всех тех, кто голосовал за наделение меня полномочиями, а также благодарю тех, кто голосовал против. У нас, значит, будет время и возможность для того, чтобы обсуждать. Почти 6 миллионов рублей Заречный потратит на расширение дворовых территорий на Олещенково и Кузнецово. Часть средств на благоустройство города удалось получить за счет областной программы развития дорожных сетей Свердловской области. В этом году запланировано расширение двух дворовых территорий. Это Олещенко 8, 10, 12, Курчата 29, дробь 1. То есть вот это вот, начиная с Лещенко 8, туда выезжая. И Олещенково 9, 11 и Кузнецово 9, 11, 13. То есть вот это двор еще. В общем, документы все мы министерство транспорта сдали. Сейчас должны подписать соглашение и нам его отдать. И приступать будем к торгам и уже выполнениям работы. Расширение территории в этих дворах обещают начать уже в июле. Сегодня подрядные организации заканчивают работы по замене дорожного полотна в городе. Ямочный ремонт компания «Подряд плюс» уже провели на улице Курчатова, Ленинградская, Олещенково. Здесь самые критичные участки дорог, подчеркивают Дэйзи. До конца месяца ремонт обещают завершить полностью, но только на этот год. В будущем заплатки на асфальте будут ставить также по мере необходимости. Сегодня стало известно, каким будет окончательный облик храма во имя покрова Божьей Матери. Фотографии будущего строения уже одобрены отделом архитектуры в администрации Заречного. Так будет выглядеть будущий храм. Главный купол выполнен в золотом цвете, пять остальных в синим. Синий цвет в сочетании с белым украсит и само здание храма. Подходить к строению со стороны улицы Курчатова прихожане смогут по небольшой лестнице. Сам храм будет стоять на возвышении. Строительство планируют завершить к моменту пуска четвертого энергоблока. Напомним, первый камень в основании будущего православного храма был заложен в 2001 году. Тогда же состоялся и обряд освящения самой станции. Полторы тысячи уральцев смогут улучшить свои жилищные условия. В регионе утвердили вторую программу переселения из ветхого аварийного жилья. В этом году на ее реализацию областное правительство выделило 121 миллион рублей. Программа реализуется на территории восьми округов Свердловской области, в том числе и в Заречном. До конца 2012 года, согласно плану, новым жильем должны обеспечить 1423 человека из 58 аварийных многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и ЖКХ. Следующим шагом по улучшению жилищных условий уральцев станет принятая накануне вторая региональная адресная программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов Свердловской области в 2012 году. В ее рамках планируется отремонтировать 177 домов по всей Свердловской области. Таким образом, улучшить жилищные условия смогут почти 20 тысяч человек. Мы продолжаем серию репортажей о самых удивительных и талантливых людях Заречного. Сегодня в объективе камеры Александр Ведерников и его необычное увлечение. Игра в ее пока не развита в Заречном, но уже в ближайшее время грозит стать популярнейшей забавой среди молодежи. А те, кто может сделать эйфелевую башню из ниток и катушки, репортаж Александра Кузнецова. Самое распространенное мнение по поводу йо-йо – это китайская игрушка, которую можно купить в ближайшем магазине. Многие считают это детской забавой, но мало кому известно, что корни йо-йо уходят далеко в Грецию. Именно там были найдены древние вазы с изображением людей, играющих с похожими предметами. Игрушка древности была крайне простой, и единственное, что она делала – это возвращалась обратно в руку бросившего ее человека. Сейчас и сама йо-йо стала сложнее, и игра с ней намного зрелищнее. Александр Ведерников – человек, которого можно назвать основателем движения йо-йо в Заречном. Впервые внимание Саши эта катушка на ниточке привлекла еще в школе. Тогда с игрушкой упражнялся его друг. «Глаза вот такие, по пять копеек. Спросил у него, что это такое, как это вообще называется. Попробовал. Мне жутко понравилось. Просто вообще, не знаю, до истерики». Истерика постепенно переросла в увлечение, а затем в профессиональные занятия с йо-йо. Видеоролики в интернете помогли освоить первое движение, а собственная фантазия – их оригинальные связки. Секрет йо-йо в конструкции. Составляющих всего три – катушка, подшипник и нитка. Но каждая из них со своими особенностями и функциями. От крыльев катушки зависят те трюки, которые йо-йо сможет с ней выполнять. Нитка, обязательно скрученная вдвое, без узлов и только с двумя петлями. С одной стороны для пальца, с другой для подшипника. Сам подшипник тоже необычный. «Он обеспечивает скорость вращения и так называемый слип, когда йо-йо засыпает. Когда йо-йо кидают вниз, и оно находится внизу до того, пока его не вернут в руку». Слип – это даже не трюк. Это основное свойство катушки, во время вращения которой в руках йовера появляются самые разные фигуры. К примеру… «Эй, силева башня». Чтобы сделать этот трюк, необходимо несколько дней упорных многочасовых тренировок и хотя бы первичные навыки владения йо-йо. Этим приемом Александр учит своих друзей, при этом совершенствуя свое мастерство. За спиной молодого йовера уже участие в областном соревновании. Однако мечта спортсмена – победы в российских и международных чемпионатах. А пока своим талантом Александр решил поделиться с Заречным. Он стал участником телевизионного проекта «Город ЗА». Придется ли молодой йовер по душе зареченцам, мы узнаем уже в конце этого года. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Александр Ведерников стал первым участником «Города ЗА». В этом году проект проходит в новом формате. В течение года мы расскажем вам о самых интересных и талантливых людях Заречного. В декабре вы сможете выбрать из них самого достойного. Стать участником может каждый. Если вы талантливый или рядом с вами живет талантливый человек, звоните. Наши телефоны 711-72 и 755-85. В детском саду «Сказка» прошел конкурс на лучшую прогулочную площадку. Благоустраивали территорию родители и воспитатели. Дети должны находиться и в летнее время, в летнюю здоровительную кампанию, в условиях достойных наших детей. Поэтому в этом году вместе с Родительским комитетом у нас созрела мысль, что можно провести конкурс прогулочных площадок. В конкурсе приняли участие родители девяти групп. После работы и по выходным они приходили на прогулочные площадки в детский сад. Папа чинили полы, крыши и скамейки. Мамы разукрашивали и декорировали веранды. После косметического ремонта на прогулочных площадках появились развивающие конструкции и необычные поделки. И даже грядки с ягодами и овощами. Финансовую сторону вопроса родители тоже решили сами. Собрали деньги, купили инструменты и краски. На реконструкцию верандных полов средства для сказки выделил директор предприятия «Атомэнергоремонт». Итоги конкурса организаторы пока держат в секрете. Конкурс замечательный на самом деле. Видно, что и родители сдружились, потому что невозможно поодиночке сделать такие вещи. Это только всей командой, все вместе смогли сделать. И видно было, насколько для детей это важно. Это и другие новости вы можете обсуждать в интернете. Все, что нужно сделать, это зайти на нашу публичную страницу в социальной сети ВКонтакте. «Заречный в деталях» – так называется страница, на которой вы узнаете самые свежие новости города. В том числе то, что никогда не попадет в эфир. Живое общение, обратная связь с телередакцией. Хвалите, критикуйте, восторгайтесь, возмущайтесь. Для нас важно каждое мнение. Какая погода ждет нас завтра, 30 мая, смотрите прямо сейчас. Прогноз предоставлен порталом Гесметио. Завтра в Заречном ожидается пасмурная погода. На небе облачно в первой половине дня небольшой дождь. Ночью температура воздуха плюс 17, утром на два деления выше. Днем столбик термометра поднимется до отметки 25 градусов выше нуля. К вечеру упадет до плюс 23. Ветер завтра северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Проблемы, которые вас волнуют, люди, которые вам кажутся интересными, события, мимо которых пройти невозможно. Обо всем этом рассказывайте нам. Наш телефон 71172, адрес сайта zartv.ru. Делайте новости вместе с нами и получайте подарки. На этом у меня все детали. Смотрите нас по будням в 19.30 на канале Заречной ТВ. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова